Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о роде своей деятельности. Здравствуйте, меня зовут Лилия, я психолог. Моя профессиональная деятельность заключается в работе, в индивидуальных консультациях с людьми. Расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о нашем тренинге? О тренинге я узнала с сайта Павла Борисовича Колесова. Я, в принципе, еще в конце этого года планировала поехать сначала на достигаторство, но в начале года появилась новая программа «Золотой коучинг», и я сразу переписалась на «Золотой коучинг», потому что мне по работе это ближе всего. Почему Вы выбрали именно нас? Потому что я у Павла Борисовича прошла уже практически все тренинги, которые у него на сайте есть. Не все, правда, зафиналила, но основные все, которые мне были интересны, я их прошла, выполнила домашние задания, зафиналила. И уже имея такую базу за своими плечами, я, конечно же, выбрала именно этот коучинг, потому что я понимаю, что это самый, наверное, мощный тренинг, именно выездной, который он проводил. Хорошо. Скажи, вот прошло 10 дней, какие впечатления, эмоции? Впечатлений много, потому что, во-первых, место, где мы находимся, оно просто шикарное. Я ни разу не была на Алтае, приехав сюда. У меня, конечно, от природы, от обстановки, от общения с людьми, с участниками тренинга, и от самого тренинга очень положительные эмоции, потому что я очень много узнала информации новой именно с психологической точки зрения. И вот эти техники, которые мы вживую отрабатываем, правда, на мне мало кто отрабатывает, но я в основном отрабатываю, но, в принципе, мне это и надо, потому что мне потом, я приеду домой, надо будет с людьми также отрабатывать. И здесь очень большой опыт, очень большая практика, и здесь что хорошо, что отрабатываешь, появляются какие-то вопросы, непонятные моменты, тут же можно кого-то спросить, проконсультироваться, тебе все подскажут, объяснят, как-то вот эта вот обратная связь, она живая, очень помогает. Скажи, пожалуйста, назови 2-3 фишки техники, которые больше всего тебя впечатлили? Меня вообще сама техника впечатлила, потому что вот я проходила до этого самогипноз-4, то есть эти техники были разбиты по частям, получается, и мы сами для себя должны были формировать какой-то конструктор из этих техник. А здесь нам предоставили, в общем, алгоритм, как выстраивать гипотезу, как с ней работать. Пока до конца, честно говоря, в голове она у меня не отложилась, то есть я думаю, что я приеду, у меня это все выложится по полочкам. И мне просто сама техника очень понравилась работать с образом, то есть различные вариации использования ее именно с отдельными образами. То есть вот все в целом, как бы, оно мне вот легло на душу. Но я говорю, пока в голове у меня структуры какой-то осознанной нету. Ну вот я думаю, что она у меня обязательно появится со временем. Замечательно. Расскажи, пожалуйста, кому бы был полезен этот тренинг, и стала ли бы ты рекомендовать его своими друзьями на канале? Ой, полезен тем людям, которые хотят жить осознанной жизнью, понимать, что, откуда и почему, и что с этим делать. Ну, в первую очередь, это, конечно, психологи профессиональные, да, там, ну и любители, и просто люди, которые интересуются своим внутренним миром, которые хотят общаться с своим подсознанием, и действительно менять свою жизнь в ту сторону, о которой они мечтают, чего они в жизни хотят. Вот тогда стоит разбираться. А люди, которые, например, ну, не хотят даже просто задумываться об этом, то они, конечно, не для них это. А вот люди, которые стремятся к чему-то, есть какие-то цели, которые они хотят добиться, но им что-то мешает, и они не понимают, что им мешает. Вот для них это вот будет очень мощный тренинг. Будешь ли ты рекомендовать его своим друзьям в знакомых? Буду. Ну, я приеду, конечно, меня уже все друзья ждут с новостями, с новыми практиками. Я всем уже пообещала, что я приеду со новыми знаниями и буду их консультировать, поэтому все об этом узнают. Хорошо, спасибо тебе огромное, Илья. Всего доброго. Спасибо вам, счастливо.